Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. За Лизой Полыгаловой, которая недавно пришла на поляну, ухаживают сразу два парня. Лиза пишет, «Я не хочу торопиться и определяться. Не хочу вновь ошибиться в своем выборе». Марина Мексика хочет внести изменения в свою внешность. Сначала она придаст своим волосам более светлый оттенок, а затем сделает татуировку. Мексика пишет, «Я думаю о новой татуировке, которая будет мне напоминать остров любви. Может, есть у кого идеи, что именно набить?» В новом журнале Дом-2 Катя Кауфман рассказала, как ее родители отнеслись к участию в проекте. «Мама с гордостью рассказывает о том, что я пришла на телепроект, за что я ей очень благодарна. Мой отец живет в Питере, и он является одним из ведущих адвокатов международного уровня. Отец считает, что я уже взрослый человек и могу сама принимать решения». Элен Каминская призналась в симпатии к Ване Барзикову, она даже вышла за ним на предвариловке. «Пока моя цель на проекте – это он», – пишет Элен. «Он единственный, кто мне сейчас искренне нравится. Хотите – осуждайте меня, говорите, что я влезаю в пару и так далее, мне все равно. Мое желание быть рядом сильнее, чем глупые осуждения». После окончания первого сезона «Острова любви» Венцислав Вингржановский так и не появился на поляне. Татьяна Владимировна Африкантова сказала в перископе, что его тихо и незаметно выгнали с проекта. Сейчас он работает продавцом в магазине «Лестница в Европу» и никак не комментирует свой уход. Мадина Кузаева будет вести сейшельские новости, и она уже опробовала себя в роли ведущей. Столько эмоций, пишет Мадина, что и словами не передать. Коллектив отличный, да и вообще там круто. Сейшельская невеста Ангелина Никерсон, недавно покинувшая остров, рассказала, что новый сезон «Острова любви» будет тухлым. Главная проблема второго сезона в том, что большинство девочек действительно достойные люди. Им важна их репутация, и они не будут вести себя морально. А также девчонкам не нравится ни один из парней, и это взаимно. А на сейшелок состоялось первое свидание Олега Бурхановой и Аниты Качкаровой. «Анита – сногсшибательная, приятная, милая девушка», – пишет Олег. Элина Камерен написала возмущённый пост. «Зная, что нас нет дома, вчера приезжал папа Саша. Оставил бесценную помощь для дочери. Вот от папы цветик-семицветик, а мама, как всегда, исполнит все желания». Как вы помните, фанаты Ольги Бузовой написали петицию для депутата Елены Мизулиной с просьбой помочь помирить ведущую с мужем. Её подписали 84 человека. Мизулина ответила. «Я думаю, что Ольга Бузова и Дима Тарасов сами разберутся. Давайте не будем им мешать. Я желаю им сохранить семью». А по информации от сотрудников проекта, Ольга Бузова находится на грани нервного срыва. Если раньше Оля приходила, улыбалась и смеялась со всеми, то теперь она срывается на каждого. Она довела до слёз гримера. Гример ушла с трясущимися руками и чуть не осталась заикой. Она орёт на осветителей. Не понимает, что в кадре она получается некрасивая ни из-за грима, ни из-за освещения, а потому что плачет постоянно. Бузова превратилась из улыбчивой девушки в агрессивную и злостную женщину. А Дарья Пынцарь впервые показала личико младшего сына. Всей семьёй они сфотографировались для журнала «Счастливые родители». На фотографии Давида всего два месяца. А бывшая участница телепроекта «Дом-2» Аня Кручинина открыла свою кофейню. Находится кофейня в Люберцах. Аня не просто рекламное лицо, она действительно вложила свои деньги и душу в это предприятие. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТМТ. ТМТ.